Как непривычно все же видеть Федецкого не на поле, а на трибунах. О таком кадровом решении Мирон Маркевич, возможно, не раз пожалел. Ведь против «Зари» защита Днепра выглядела неорганизованной. Это мягко сказано. Уже на седьмой минуте Пилявский разрезал ее по-живому. Опорник Гордиенко сыграл не хуже маститого бомбардира. 1-0, дебютный гол Артема на взрослом уровне. Перед этим у Днепра был прицельный удар Лео Матоса, с которым успешно справился Левченко. Луганчане всем своим видом дали понять. Их контратаки несут куда большую опасность, чем атаки соперник. По крайней мере, более результативную. Устрый прострел слева в итоге замкнул Караваев. Первый, кто был на подборе в штрафной 2-0. В Днепру некуда уже было отступать. Томичак подстроился и пробил. Сумасшедшую реакцию продемонстрировал Левченко. Его коллега Шевченко только и рот открыл удивленно. Как в этом моменте раскатали оборону «Зари» и как после этого не забил Селезнев, вопрос риторический. Такое невозможно объяснить словами. Мог первый тайм закончиться и разгромом. Чечер и Ротань боролись за мяч. Бойко в последний момент перевел на угловой. Сразу после перерыва коуч Днепра оживил игру Бруно Гаммой. Уже через 10 минут португалец попал в штангу. Хозяева атаковали всеми силами. Это, казалось, дало свои плоды. Андерсон навесил точно на голову Селезневу. Но тот забивал из офсайда. Ну а гости не остановились на достигнутом. Любенович проверил бдительность Бойко. Вратарь не спал. Но вот с ударом набегающего ли партии ничего поделать не сумел. Грузину ассистировал Караваев. 3-0 в итоге. Это был не день Днепра. Как, впрочем, и четыре предыдущие в дуэлях с Зарей. Команде Верни-Дуба Днепряне проиграли уже в пятый раз к ряду. Пропустил при этом 13 мячей.